Рекс Стаут Не чувствуя беды Я был занят сразу двумя делами. Вытаскивал из ящика стола кобуру с револьвером марки Марли и читал лекцию по экономике Нировульфу. Самое большее, что вам удастся из него высосать, это 500 долларов минус 20% накладные расходы и еще сотня на непредвиденные траты. В результате остается 300. 80% подоходного налога и у вас остается 45 долларов на все про все. Я уже не говорю о риске. Каком риске? Пробормотал он только для того, чтобы показать, что слушает, хотя на самом деле он ничего не слышал. Бульф сидел за столом с расстроенным видом, но причиной его неудовольствия был не я, а кроссворд в лондонской Таймс. Могут возникнуть осложнения, сказал я мрачно. Вы же слышали его. Игры с оружием до добра не доводят. Я весь изогнулся, пытаясь застегнуть пряжку кобуры. Наконец мне удалось это, и я надел пиджак. Поскольку вы внесены в список частных детективов, а я работаю на вас в качестве платного ассистента, я всегда был обеими руками за то, чтобы помогать людям. Но ведь этому субъекту не нужна наша помощь. Он собирается все сделать сам, позаимствовав наше оружие. Я поправил галстук. Идти к большому зеркалу, которое висело на противоположной стене, присутствии Вульфа я не рискнул. Он всегда при этом фыркал. Не говоря уже о том, что мы можем послать ему курьера, заключил я. Это обычное дело, пробормотал Вульф. Ты просто не в настроении, потому что тебе не нравится Дезл Ден. Если бы это была плейстоцентовая Полли, ты бы сразу взялся за дело. Плейстоцентовая Полли – это героиня сериала комиксов. Ерунда! Я просматриваю комиксы очень редко, и то для того, чтобы не отстать от жизни. Я собрал свои вещи, вышел на улицу и направился к 10-й авеню, чтобы взять такси. С гудзона дул холодный, пронизывающий ветер, и чтобы согреться, я начал размахивать руками. Мне действительно было глубоко наплевать на Дезл Дена, героя бесконечного сериала комиксов, закупленного почти всеми газетами Соединенных Штатов. Точно так же мне было глубоко наплевать и на его создателя Гарри Ковена, который посетил нас в субботу вечером два дня назад. Но, кроме того, мне не понравилось и само дело, как он его обрисовал. Не то, чтобы меня волновала Реноменера Вульфа, но вся эта затея Ковена, в которой он сам должен был исполнять роль детектива, опускала меня до положения мальчика на побегушках, с той лишь разницей, что я мог позволить себе взять такси, а не тащиться в метро. Как бы там ни было, но Вульф согласился на это дело. Я вытащил из кармана лист бумаги, на котором делал записи по ходу разговора с Гарри Ковеном, и пробежал его глазами. Марсель Кован, жена. Адриан Гетц, друг или соратник, возможно, и то, и другое. Патриция Лоуэлл, агент. Пик Джордан, художник, рисует Дезл Дена. Байрам Хильдебранд, художник, тоже рисует Дезл Дена. По словам Гарри Ковена, кто-то из этой пятерки украл его револьвер марки Марли 32-го калибра. И он хотел выяснить, кто. Кован дал понять, что если бы пропавшим предметом оказались запонки или электробритва, то это бы его так не встревожило. При этом он дважды прерывал свой рассказ, чтобы подчеркнуть свою уверенность в том, что никто из названных пятерых не будет использовать револьвер по назначению. Во второй раз, когда он стал настаивать на этом с такой горячностью, Вульф хмыкнул. Поскольку Марли 32-го калибра ни в коей мере не может считаться раритетом, не было ничего удивительного, что в нашем арсенале такой револьвер имелся. А значит, мы вполне могли помочь Ковану в организации спектакля. Что касается самого спектакля, самым разумным было бы подождать и посмотреть, что из этого получится. Но я не могу вести себя разумно, когда мне что-нибудь не нравится. Поэтому я был уверен в его провале. Я сел в такси и назвал адрес 76-я стрит к востоку от Лексингтона-Веню. В отличие от дома Нира Вульфа, куда мы поднимались по крыльцу, выстроенному еще в незапамятные времена, фасад здания выглядел вполне современно. Окна всех четырех этажей были зашторены розовыми занавесками. У входа вился вечно зеленый плющ. Дверь мне открыла горничная с физиономией, как у Мопса, и таким толстым слоем губной помады, что я снова вспомнил Вульфа, намазывающего камамбер на вафли. Я сообщил ей, что мне назначена встреча с мистером Кованом. Она ответила, что мистер Кован занят, и, судя по всему, вполне удовлетворившись этим, не предложила мне снять ни пальто, ни шляпу. Хотя у нас в доме одни мужчины, и то у нас больше порядка, отметил я. Если мы приглашаем к себе в гости, то, по крайней мере, помогаем пришедшему раздеться. — Как вас зовут? — командным тоном спросила она, словно сомневалась в том, что у меня вообще может быть какое-нибудь имя. — Это не от Фурнари? — раздался громкий мужской голос откуда-то из недр дома. — А откуда-то сверху еще один, женский. — Кора, где мое платье? — Это Арчи Гудвин. Мне назначена встреча с мистером Кованом на двенадцать часов, — выкрикнул я и добавил. — Сейчас уже две минуты первого. — Этого замело действие. Тот же женский голос попросил меня войти. Горничная слегка смутилась. Я снял пальто и шляпу и положил их на стул. Из дверей в конце холла появился мужчина. Столько шума, черт возьми, как на базаре. Когда сэр Гарри назначает вам встречу, нужно всегда прибавлять час к назначенному времени. Он направился к лестнице, я последовал за ним. Поднявшись на третий этаж, мы оказались в большом квадратном зале, налево и направо из которого вели арки в анфилады комнат. Он повернул налево. Редко, когда я не могу одним взглядом охватить все помещение. Это был тот самый случай. Два огромных телевизора, в углу клетка с обезьяной, стулья всех мастей расцветок, ковровые дорожки, затухающий камин. Температура в комнате была около 30 градусов. Я решил бросить неблагодарное дело коллекционировать детали и сконцентрировал внимание на обитательнице. Это было не только проще, но и приятнее. Она была ниже среднего роста, но это не лишало ее привлекательности. Особенно красивые были серьезные серые глаза под ровными гладкими бровями. Ее кожа казалась шелковистой и прохладной, несмотря на пекло, не иначе, как она принадлежала к саламандрам. «Пит, милый, пора бы тебе уже перестать называть моего мужа «Сэр Гарри», – произнесла она. Это было очень кстати с точки зрения экономии времени. Вместо обычного ритуала знакомства я за один присест узнал, что она – Марсель, миссис Ковен, а молодой человек – Пит, Жордан. Он целеустремленно направился к ней. По его виду, трудно было определить, что он собирается сделать. Съездить ей по физиономии, обнять или еще что-нибудь. Не доходя шага, Пит остановился. «Вы не правы», – агрессивно начал он густым баритоном. «Так и надо. Это единственный способ доказать вам, что я не мелкая тварь. Только ничтожество может торчать здесь изо дня в день, рисуя эту парашу лишь только потому, что хочется кушать. Да, у меня не хватает воли уйти. Да, у меня нет сил голодать. Но ничего. Я доведу вас, и вы сами вышвырнете меня отсюда. Я буду называть его «Сэр Гарри», пока вас не начнет тошнить. А потом я доведу «Гетца». Это единственный шанс остаться художником. Так-то вот. Он обернулся ко мне. «Я очень рад, что у нас есть свидетель. Иначе я бы никогда не решился на это. Меня зовут Жордан. Пит Джордан». Он напрасно пытался сверлить меня глазами. Ему это плохо удавалось из-за субтильности телосложения. Он был не намного выше миссис Ковен узкоплечий и широкобедрый. Даже его вызывающий вид и агрессивный тон не оказывали желаемого воздействия. В самом деле ему явно требовался наставник. «Ты мне и так уже испортил настроение», произнесла она приятным голосом. «Ведешь себя как младенец. Не пора ли уже повзрослеть?» «Чего угодно, мамочка», выпалил он. Это прозвучало пошло. Оба они выглядели младше меня, а она могла быть старше его не более чем на три года. «Простите», вмешался я. «Вообще-то я не профессиональный свидетель. У меня назначена встреча с мистером Ковеном. Я могу пройти?» «Доброе утро, миссис Ковен. Я не рано?» Раздался тонкий скрипучий голос за моей спиной. Я обернулся, чтобы взглянуть на владельца этого райского голоска. Он как раз входил в комнату. Им, с Питом Жорданом, следовало бы поменяться голосами. Внешний вид вошедшего, прекрасно вылепленная голова, увенчанная шапкой седых почти белых волос, как нельзя лучше гармонировал бы с баритоном Пита. Его манера держаться производила впечатление внушительности и маститости, если бы не скрипучий песклявый голос, который портил все. «Я слышал, как прошел Пит с мистером Гудвином, и я подумал...» Миссис Кован продолжала припираться с Питом. Разнимать их было совершенно бессмысленно, особенно после того, как в разговор решила включиться обезьяна. Она трещала, как заведенная, а я в своем жилете и пиджаке постепенно покрывался потом в этой парилке. Пит и Пискля были в одних рубашках, но, к сожалению, я не мог последовать их примеру, не обнаружив при этом своей кобуры. Они продолжали в том же духе, включая обезьяну, и полностью игнорировали меня. Однако, в процессе разговора мне удалось выяснить, что Пискля был не Андрианом Гетцем, как я решил сначала, а Байромом Хильдебрандом, коллегой Пита по изготовлению Дезл Дена. Все было очень мило и по-домашнему, за исключением того, что я уже начал плавиться. Я пересек комнату и открыл окно, надеясь хоть этим обратить на себя внимание. Напрасно. Слегка разочарованный этим обстоятельством, но зато значительно освеженный ветром, я достал на собой платок и обтер лоб и шею. Когда я обернулся, в комнату входил еще один персонаж. Розовощокое существо в норковом манто в зеленой шляпке, приколотой сбоку к каштановым волосам. Никто не обратил на нее внимания, кроме меня. Она подошла к камину, скинула манто, под которым оказался изящный костюм из шотландки и произнесла хрипловатым голосом. «Через час рукалу помрет!» Все, кроме обезьяны, замолчали. Миссис Ковен кинула взгляд на нее, потом оглядела комнату и увидела открытое окно. «Кто это сделал?» «Я», мужественно ответил я. Огромными шагами, словно генерал, ведущий войско в атаку, Байром Хильдебрандт кинулся к окну и закрыл его. Обезьянка перестала болтать и начала кашлять. «Вы только послушайте!» Баритон Пита Жордана, как только он перестал собачиться, тут же стал мягким и сочным. «Воспаление легких! Отличная мысль! Вот этим я и доведу Гетца до посинюшки!» Все кинулись к клетке посмотреть на рукалу, даже не подумав поблагодарить ее спасительницу. Она подошла ко мне и, улыбнувшись, спросила «Вы Арши Гудвин?» «А меня зовут Пат Лоэлл». Она протянула руку и я пожал ее. У нее было крепкое пожатие, сопровождавшееся открытым взглядом чистых карих глаз. «Я собиралась позвонить вам сегодня утром и предупредить, что мистер Ковен никогда не бывает пунктуальным. Но поскольку он сам все это затеял, я решила не вмешиваться. Надеюсь, в будущем вас ничто не остановит, если вы захотите мне позвонить. Будем надеяться». Она взглянула на часы. «Но вы все равно пришли раньше времени». Он сказал нам, что встреча назначена на половину первого. Меня он просил прийти к двенадцати. «Вот как?» Ее удивление прозвучало фальшиво. Она явно прощупывала меня. «Чтобы вы сначала могли поговорить наедине?» «Наверное». Она слегка нахмурилась и кивнула. «Это что-то новенькое для меня. Я уже три года работаю у него агентом и менеджером, и в мои обязанности входит все. От рецептов до наклеек Дезел Дэна на самокатах. А тут он, даже не посоветовавшись со мной, собирает людей, да еще с представителем от Нира Вульфа. Ни больше, ни меньше». «Насколько я понимаю, это касается новой серии, Дезел Дэн открывает детективное агентство», произнесла она полувопросительно, словно оставляя на мое усмотрение расценивать это как вопрос или как утверждение. Я смутился, и, вероятно, это отразилось на моем лице. Так живо я себе представил свой рассказ Нира Вульфу о его предстоящем сотрудничестве с Дезел Дэном. «Мне с трудом удалось справиться с собой». «Подождем, увидим», ответил я осторожно. «Пусть мистер Кован сам все расскажет. Насколько я понимаю, я приглашен сюда в качестве технического консультанта и представляю мистера Вульфа, поскольку сам он никуда не выезжает по делам. Надеюсь, если вы будете вести дело, мы с вами будем довольно часто встречаться и...» Тут я умолк, потому что потерял ее. Ее взгляд был устремлен поверх моего левого плеча на арку и выражение ее лица внезапно полностью переменилось. Она вся собралась. Я обернулся и увидел Гарри Кована, который направлялся к нам. Он был небрит, его черные волосы были не расчесаны, его могучее тело облегал красный шелковый халат, на котором желтым были вышиты маленькие дезалденчики. Рядом с ним семенил крохотный тип в темно-синем костюме. «Доброе утро, дорогие!» прогудел Кован. «Что-то здесь прохладно!» обеспокоенно произнес скоротышка, каким-то странным образом его мягкий высокий голос привлекал большее внимание, чем Бас Кована. И уж безусловно, нестройный хор приветствий собравшихся был обращен к нему. С приходом этих двоих вся атмосфера в комнате резко переменилась. Прежде, хотя все и выглядели слегка чокнутыми, но зато вели себя свободно и раскованно. Теперь же собравшиеся так зажались, что, казалось, даже слова сказать не могут. Пришлось вступить мне. Я открывал окно. «Боже мой!» Коротышко осуждающе покачал головой и припустил к клетке. На его пути стояли миссис Ковен и Пит Джордан. Они шарахнулись в сторону, словно опасались оказаться растоптанными, хотя было совершенно очевидно, что коротышки не под силу раздавить существо, превышающее размерами сверчка. И дело было не только в его росте и возрасте. Он весь был как-то странно искривлен и передвигался резкими судорожными рывками. «Вы приехали?» пробосил Кован. «Не обращайте внимания на выскочку и его обезьяну. Он без ума от нее, а я называю эту комнату парилкой». Он выдавил из себя смешок. «Но как она выскочка?» «Надеюсь, что ничего, Гарри», прозвучал тот же мягкий и спокойный голос. «Я тоже надеюсь, а то Гудвину придется не сладко». Кован повернулся к Байрому Хильдебранду и спросил. «Семьсот двадцать восьмая закончена?» «Нет», пропищал Хильдебранд. «Я звонил Фуриаре. Он сказал, что все будет сделано». «Как всегда опаздываем. Там надо будет кое-что исправить. В третьем блоке, где Дэн говорит «Не сегодня вечером дорогая», оставь просто «Не сегодня дорогая». Понял? «Но ведь мы уже обсуждали это». «Помню». «Делай, как я сказал». «И семьсот двадцать девятую тоже надо будет изменить. А семьсот тридцать третью ты уже закончил?» «Нет, я только...» «А что же ты тогда здесь делаешь?» «Но вы же назначили встречу на половину первого, и Гудвин уже здесь». «Я позову тебя, когда будет надо, после завтрака, и покажи мне семьсот двадцать восьмую, когда переделаешь». Ковен хозяйским взглядом окинул присутствующих. «Ну а как все остальные? Светем? Увидимся чуть позже. Пойдемте, Гудвин, приношу свои извинения, что заставил вас ждать. Идемте со мной». Он направился к арке, и я последовал за ним через зал к другой лестнице. Поднявшись этажом выше, мы оказались в узком коридоре, из которого вели четыре двери. Все они были закрыты. Он повернул налево, открыл дверь и пропустил меня в комнату. Здесь было значительно лучше, чем в зале. Во-первых, не было обезьяны. Во-вторых, температура была градусов на десять ниже. И, в-третьих, разумное количество мебели давало возможность двигаться. Прежде всего, в этой комнате бросался в глаза огромный старый поцарапанный стол у окна. Предложив мне сесть, Ковин направился к столу и принялся снимать салфетки с тарелок, которыми был уставлен поднос. «Завтрак! Вы будете завтракать позже!» Это было сказано достаточно повелительным тоном, но я кивнул из вежливости, чтобы поддержать дружеский контакт. Судя по тому, что было на подносе, он в нем нуждался. Жеванное яйцо пашот, прозрачный кусочек тоста, три мелкие черносливины, тоник и стакан. Жалкое зрелище. Он начал с чернослива. Покончив с ним, налил себе тоника и, сделав глоток, спросил. «Принесли? В револьвер? Естественно. Дайте посмотреть. Вы уже видели его у нас в офисе?» Я пересел поближе к нему. «Хорошо бы нам обсудить подробности. Ваш револьвер хранился в этом столе?» Он кивнул и откусил кусочек тоста. В левом ящике в глубине. Заряженный? Я ведь вам уже говорил. Говорили. Вы сказали, что приобрели его два года назад в Монтане на ранчо, а приехав домой, не удосужились зарегистрировать, и все это время он лежал в ящике. Еще неделю назад он был на месте, а в прошлую пятницу вы обнаружили пропажу. К полиции вы не хотели обращаться по двум причинам. Во-первых, из-за отсутствия лицензии, а во-вторых, потому что подозреваете тех пятерых людей, имена которых вы нам назвали. Я не сказал подозреваю, я сказал может быть. В прошлый раз вы несколько иначе говорили об этом. Впрочем, не важно. Вы назвали пять имен. Кстати, человек, которого вы назвали выскочкой, это Адриан Гетц? Да. Значит, все пятеро здесь, и мы можем начать. Насколько я понимаю, я должен положить револьвер в тот же ящик, где лежал ваш, а вы соберете всех здесь. «Какая роль отведена мне?» Он проглотил кусок яйца и заел его тостом. Вульф расправился бы с этим в пять секунд, а еще точнее, он попросту выкинул бы все в окно. «Я вот о чем думал», произнес Ковен. «Я скажу, что запланировал новую серию с Деном, в которой он открывает сыскное бюро. В связи с этим я обратился к Нера Вульфу за консультацией, а он прислал вас. Мы некоторое время пообсуждаем этот вопрос, и я попрошу вас показать, как производится обыск, чтобы дать нам некоторое представление об этом. Естественно, вы не должны начинать со стола. Сначала осмотрите полки, а когда вы подойдете к столу, я отойду в сторону, так, чтобы видеть всех пятерых. Тут вы открываете ящик, достаете револьвер, и они видят. Я полагал, что это сделаете вы. Да, но потом я подумал, что лучше это сделать вам. Тогда они все будут смотреть на револьвер и на вас. А я спокойно смогу изучить их лица. Я буду следить за ними. И когда вор, если таковой будет присутствовать, увидит револьвер в ваших руках, то лицо выдаст его, и я это замечу. Вот так. Признаюсь, это звучало довольно убедительно. Может, ему и вправду удастся так чего-нибудь добиться, размышлял я, пока он допивал свой тоник. С тостом и яйцом было покончено. Очень хорошо, за исключением одного. Вы считаете, что лицо виновного будет выражать удивление? А что, если лица всех пятерых будут его выражать? Я достаю револьвер из вашего стола. А что могут подумать люди, не знающие, что у вас таково имеется? Но они знают. Все? Конечно. Разве я вам не говорил? Как бы там ни было, но они все знают о револьвере. Вообще в этом доме все все знают. Давно надо было избавиться от него. Так что все очень просто, Гудвин. Мне надо узнать, куда делся этот чертов револьвер. Кто его взял? А дальше я разберусь сам. Я уже говорил это Вульфу. Я знаю. Я обошел стол и выдвинул левый ящик. Здесь? Да. В последнем отделении? Да. Я достал из кобуры свой марли, вынул из него патроны, сыпал их в карман, положил револьвер в ящик и вернулся на место. Хорошо. Зовите их. Я думаю, мы справимся без предварительных репетиций. Он посмотрел на меня, потом открыл ящик и снова глянул на револьвер. Задвинув ящик, он откинулся на спинку стула и принялся жевать своими стертыми желтыми зубами верхнюю губу. Мне надо собраться с духом, почти просительно произнес он. Я чувствую себя человеком только со второй половины дня. Какого черта? Вы просите меня приехать в полдень и назначаете встречу на половину первого? Я знаю, знаю. он продолжал жевать свою губу. Мне надо одеться и не пытайтесь подгонять меня, понятно? Я был сыт по горло, но уже потраченное время и доллар за такси заставили меня смириться. Я знаю, художники люди темпераментные, но я хотел бы напомнить вам расценки мистера Вульфа. Он останавливает цену в зависимости от дела. Но если время, потраченное на это дело, превышает разумные с его точки зрения сроки, то за каждый лишний час набавляется сотня долларов. Если вы намерены задержать меня до вечера, вам это обойдется недешево. Может я сейчас уйду, а вернусь попозже? Ему это не понравилось, и он начал объяснять, что если я буду в доме, ему будет легче собраться с духом, и займет это не больше часа. Он встал и направился к двери. А вы знаете, сколько я зарабатываю в час? Сколько стоит час моего рабочего времени? Больше тысячи долларов? Больше тысячи в час. пойду оденусь. И он вышел, закрыв за собой дверь. На часах было час семнадцать, и мой желудок убедительно подтверждал это. Я подождал минут десять и позвонил Вульфу. Он естественно посоветовал мне пойти куда-нибудь позавтракать, что я и собрался сделать. Но повесив трубку почему-то остался сидеть на месте. Я был убежден, что как только я уйду, Коэн тут же соберется с духом, провернет всю эту затею, ничего не выяснит и придется начинать все сначала. Я попытался объяснить это своему желудку и, невзирая на звуки протеста, настоял на своем. В конце концов, кто здесь был хозяин? В час сорок дверь открылась и в комнату вошла миссис Коэн. Оказалось, что муж уже сказал ей, что я задерживаюсь у них, так как встреча откладывается. Мне ничего не оставалось, как подтвердить это. Тогда она предложила мне перекусить и я согласился, что это была неплохая мысль. Может, вы спуститесь и поедите вместе с нами? Мы не готовим дома, так что только сэндвичи, если это вас устроит. А мне бы не хотелось выглядеть невежливым, но вы едите в комнате с обезьяной? Нет, ответила она вполне серьезно, это невозможно. Внизу в мастерской она взяла меня под руку. Идемте. И я последовал за ней. Глава вторая. Четверо остальных подозреваемых сидели в большой комнате на первом этаже вокруг деревянного стола, уставленного сэндвичами. В комнате царил полный кавардак. Столы с флюоресцентными лампами, открытые полки, забитые бумагой, банки всевозможных размеров, стулья, расставленные в беспорядке, еще полки с книгами и папками и тысяча других предметов. В завершении этого хаоса на полную мощность были включены два радиоприемника. Мы с Марсель Ковен присоединились к собравшимся, и я тут же воспрянул духом. На столе стояли корзинка с французскими булками и ржаными хлебцами, бумажные тарелки с нарезанной ветчиной, копченой индейкой, ситриной, беконом, огромный кусок масла, горчицы и другие специи, бутылки молока, дымящийся кофейник и кувшин со свежей икрой. Увидев, как Пит Джордан намазывает икру на хрустящую хлебную корку, я понял, что он имел в виду, когда говорил о своем неумении голодать. «Ешьте!» прокричала Патт Лоуэлл мне в ухо. «А почему бы не уменьшить звук или вообще не выключить их?» проорал я в ответ, одновременно доставая себе хлеб и бекон. Она глотнула кофе из бумажного стаканчика и покачала головой. Один Байрома, а другой Пита. Они слушают разные программы во время работы. Громкость естественно возрастает. В комнате стоял чертовский шум, но бекон был отличный. Впрочем, индейка и осетрина тоже были выше всяких похвал. Поскольку дуэт радиоприемников исключал возможность какой-либо беседы, я просто рассматривал сатрапезников. Наибольшее внимание привлекал Адриан Гетц, которого Ковен называл выскочкой. Он аккуратно отламывал кусок хлеба, клал на него кусок осетрины, воодружал на нее ложку икры и отправлял все это в рот. Потом делал три глотка кофе и начинал все сызного. Он был поглощен едой, когда мы с миссис Ковен только входили, и продолжал этим заниматься, когда я уже отвалился от стола. В конце концов и он перестал есть. Отодвинув стул, он подошел к умывальнику, вымыл руки и вытер их носовым платком. Потом просеменил к одному радиоприемнику и выключил его, после чего проделал то же самое с другим. «Прошу прощения», извиняющимся тоном произнес сон. «Я только хотел задать один вопрос мистеру Гудвину перед тем, как пойти вздремнуть. Когда вы открывали окно, вы отдавали себе отчет в том, что холодные сквозняки опасны для тропических обезьян?» «Это было сказано очень мило, почти робко, но что-то, я даже не знаю что, безумно раздражало меня в нем». «Конечно», бодро ответил я, «как раз именно это я и проверял». «Вы поступили безрассудно». Он не жаловался, а просто выражал свое скромное мнение. Потом он повернулся и засеменил прочь из комнаты. Наступила напряженная тишина. Пат Лоуэлл долила себе кофе. «Да поможет вам Бог, Гудвин», пробормотал Пит Джордан. «А в чем дело? Он мне теперь что, мстить будет?» «Не надо мне задавать вопросов, просто будьте осторожны». Он скомкал свою салфетку и кинул ее на стол. «Но кто хочет лицезреть творческий процесс, вперед!» И врубив свой приемник, он сел за рабочий стол. «Я уберу», предложила Пат. Байром Хильдебранд, который за время моего присутствия не пропищал ни слова, тоже включил приемник и занял место за своим рабочим столом. миссис Ковен вышла из комнаты. Чтобы чем-то занять время, я стал помогать Пат Лоуэлл убирать со стола. Я бы, конечно, с большим удовольствием поговорил с ней, но при двух орущих приемниках это было совершенно исключено. Потом и она ушла, а я направился посмотреть, как работают художники. Мое мнение о Дезел Дене не переменилось, но я не мог скрыть восхищение их работой. Грубые наброски, которые, на мой взгляд, ничем не отличались друг от друга, у меня на глазах превращались в законченные картинки, выполненные в трех цветах. Они работали, не отвлекаясь ни на минуту, за исключением тех случаев, когда Хильдебранд вскакивал, чтобы увеличить громкость своего приемника. Сразу вслед за ним это же проделывал Пит Джордан. Я сел и попробовал провести эксперимент по одновременному прослушиванию двух разных программ, но вскоре ум у меня стал заходить за разум, и я ушел из мастерской. Дверь в нижний холл была открыта, и я, заглянув туда, увидел Пат Лоуэлл, сидевшую за столом с какими-то бумагами. Она кивнула мне и продолжила работу. От нечего делать, я пошел к входной двери, чтобы посмотреть через стекло на внешний мир. Но там тоже не было ничего интересного, к тому же вопли радиоприемников, хотя и отдаленные, доносились даже туда, так что я счел за лучшее подняться наверх. В зале, кроме обезьяны, никого не было, поэтому я прошел в следующую комнату. Она была битком забита мебелью, но в ней также не было никаких признаков жизни. Я поднялся этажом выше. Как ни странно, звуки радио, вместо того, чтобы становиться тише, усилились. И я понял, почему. Они доносились теперь из-за закрытой двери одной из комнат. Я вошел туда, где мы разговаривали с Кованом. Там царила тишина. Вернувшись в коридор, я приоткрыл другую дверь и оказался перед полками с бельем. Тогда я постучал в следующую дверь. Ответа не последовало, и я вошел. Это была спальня с огромной причудливой кроватью. Мебель и предметы туалета указывали на то, что она принадлежала обоим супругам. Из приемника неслась мыльная опера, а на кушетке спала миссис Кован. Черты ее лица смягчились, и оно перестало быть серьезным. Рот приоткрылся, руки свободно лежали на подушке. Она мирно спала, несмотря на надрывные вопли приемника, стоящего на туалетном столике. Как бы там ни было, но мне нужен был Кован. Я прошел в комнату, движимый смутным желанием проверить, нет ли его под кроватью. Однако нужда в этом отпала. Я увидел его через открытую дверь, которая вела в смежную комнату. Он стоял у окна спиной ко мне. Решив, что появляться из спальни его жены будет слегка нетактичным, я ретировался и, выйдя в коридор, постучал в соседнюю дверь. Не дождавшись ответа, я повернул ручку и вошел. Звуки радио заглушили мои шаги. Кован так и стоял у окна. Я вернулся и хлопнул дверью. Он обернулся и что-то произнес, но из-за этой чертовой оперы я ничего не расслышал. Пришлось закрыть дверь в спальню, это слегка улучшило положение. В чем дело, спросил он, словно видел меня впервые. Он уже был причесан и выбрит. На нем был демократичный коричневый костюм, бежевая рубашка и красный галстук. Скоро четыре часа, я собираюсь уходить и забрать револьвер. Он вынул руки из карманов и опустился на стул. Судя по всему, это была его личная комната и выглядела она вполне уютно. Я тут стоял у окна и думал, да, ну и как, удачно? Он вздохнул и вытянул ноги. Деньги, слава, еще не делают человека счастливым. Я сел. Очевидно, у меня было два варианта. Или вступить с ним в спор, или молча выслушать. «Ну и какие еще есть соображения?» жизнерадостно спросил я. И он начал излагать. Он говорил и говорил, но я не буду приводить стенографическую запись его речи, так как никаких полезных сведений она не содержала. Время от времени я издавал удобрительные звуки, чтобы не выглядеть невежливым. Потом мне даже удалось как-то разнообразить это время препровождения, концентрируя внимание то на его словоизлияниях, то на приглушенных звуках радио, раздававшихся из-за дверей. В конце концов он добрался до своей жены, сообщив мне, что это его третий брак и они женаты три года. К моему удивлению, у него не было к ней никаких претензий. Он сказал, что она замечательная женщина. Подводя итоги, он присовокупил к деньгам к славе любящую и любимую жену, которая была младше его на 14 лет и сообщил, что этого тоже недостаточно для счастья. Речь его была прервана лишь однажды появлением Байрома Хильдебранда, который пришел показать новый вариант 728 серии. Они немного подискутировали по вопросам искусства и, получив одобрение, Хильдебранд отбыл. Я надеялся, что это вторжение собьет Кована, но не тут-то было. Он продолжил с того самого места, на котором остановился. Я очень терпеливый человек, особенно когда занят делом, и довольно долго могу слушать детский лепец подобный этому. Но на сей раз нервы мои не выдержали, и я в двадцатый раз, бросив взгляд на часы, понял, что надо ставить точку. Все, что вы сказали, заставило меня по-новому взглянуть на жизнь. Не подумайте, что я недооцениваю вашу искренность, но дело в том, что сейчас уже четверть пятого, и на улице темнеет. По-моему, это уже можно назвать второй половиной дня. Может, вы не будете возражать, если мы начнем? Он умолк и нахмурился, после чего незамедлительно приступил к жеванию своей губы. Потом он резко встал, подошел к шкафчику и достал бутылку. Выпейте со мной. И он извлек два стакана. Обычно я не пью раньше пяти, но сегодня сделаем исключение. «Бурбон годится? Скажите, когда хватит». Я бы с удовольствием прибил его, ведь он с самого начала знал, что без выпивки ему не взяться за это дело, и он мариновал меня здесь с двенадцати часов. Самая низкопробная ругань в его адрес была бы вполне оправданной, но я предпочел сдержаться, взяв свой стакан и даже приподняв его в знак приветствия, чтобы подбодрить его. Он сделал маленький глоточек, потом поднял глаза вверх и осушил стакан одним залпом, потом взял бутылку и налил себе еще. «Может, прихватим бутылку с собой и начнем?» предложил я. «Не надо меня подгонять!» Он глубоко вздохнул и внезапно улыбнулся мне, обнажив зубы. Потом проглотил вторую порцию, снова потянулся за бутылкой, но передумал. «Идемте!» Он направился к двери. Я распахнул ее, так как обе его руки были заняты, и последовал за кованым в холл. Пройдя холл, мы оказались в комнате, где он планировал осуществить свой кован сел за стол, налил себе еще и поставил бутылку. Я тоже подошел к столу, но садиться не стал. Выдвинув ящик и убедившись, что револьвер на месте, я почувствовал некоторое облегчение, хотя он и не был заряжен. «Пойду позову всех», предложил я. «Я же просил не подгонять меня», повторил кован, но на этот раз не так мрачно. «Теперь я уже был уверен, что еще два стакана и мы приступим к делу». Я было направился к стулу, но что-то остановило меня, и я понял, что я положил револьвер стволом направо, теперь же он был направлен влево. Я вернулся к столу и вынул револьвер. «Да, это был марли тридцать второго калибра, только не мой». Глава третья. Я повернулся к ковану, держа в левой руке револьвер, а правую сжав кулак. Меня охватило такое бешенство, что если бы я вмазал ему, то наверняка сломал бы себе кисть. «В чем дело?» осведомился он. Я смотрел сквозь него невидящим взглядом, отсчитывая про себя удары сердца. На пятом я понял, что это сделал не он. Я отступил на шаг. «Мы нашли ваш револьвер». «Что?» Он вытаращил глаза. Убедившись, что револьвер не заряжен, я протянул его ковану. «Взгляните». «Да, похоже не ваш». «Естественно нет. Мой был чистый и блестящий. Это ваш?» «Не знаю, похоже, но как же». Я взял у него револьвер. «И что вы думаете по этому поводу?» «Кое-кто вынул своими ручками мой револьвер и положил ваш. револьвер?» «Может, вы сами и сделали это, а?» «Нет». «Я?» «Какого черта я мог это сделать, если я даже не знал, где находится мой револьвер?» «Мало ли, что вы говорили?» «Да вас выпороть мало, целый день продержать меня здесь?» «А теперь здрасте, пожалуйста, выкладывайте все на чистоту, если вы вообще в состоянии это делать». «Вы брали мой револьвер?» «Нет, но вы...» «Вы знаете, кто мог это сделать?» «Нет, но вы...» «Заткнитесь!» Я подошел к телефону и набрал номер Вульфа. Обычно это время дня Вульф проводил в оранжерее и беспокоить его не полагалось, кроме исключительных случаев. Этот был исключительным. Когда Фридс снял трубку, я попросил его набрать местный номер, и через секунду Вульф был на проводе. «В чем дело, Арчи?» Естественно, он был раздражен. «Простите за беспокойство, но я укована. Мой револьвер лежал у него в столе, но он все время оттягивал проведение своей экспертизы. У него плоховато с силой воли, и ее надо подстегивать алкоголем». Я болтался по дому, а сейчас мы только что вернулись к нему в кабинет. Я открыл ящик, чтобы глянуть на револьвер, и обнаружил, что совершена подмена. Кто-то взял мой револьвер и подложил тот, что был украден. Понимаете? Теперь его револьвер на месте, а моего нет. А зачем ты его там оставлял? Хорошо, хорошо, вы, конечно, правы, но теперь-то что делать? У меня есть три варианта. Вызвать полицию, приволочь всю компанию к вам, что, учитывая мое состояние, будет непросто, или заняться этим самому. Так что? Только не полиция. Им это доставит слишком большое удовольствие, и привозить их ко мне тоже не надо. Револьвер ведь там, а не здесь. Значит, остаюсь я? Естественно. Только осторожно. Он захихикал. Хотел бы я сейчас посмотреть на тебя, и главное, не опаздывай к обеду. Трубки раздались короткие гудки. Боже мой, только не полиция, взмолился Кован. Не будет полиции, мрачно ответил я, и положил его револьвер в свою кобуру. По крайней мере, если мне удастся самому разобраться в этом. Кстати, это зависит и от вас. Пока оставайтесь здесь, а я сейчас спущусь вниз и соберу всех сюда. Ваша жена спит. Но если вернувшись, я обнаружу, что вы разбудили ее и рассказываете ей о происшедшем, то я или убью вас из вашего собственного револьвера, или вызову полицию, а может и то и другое, не знаю еще. Так что в ваших интересах в конце концов это мой дом Гудвин и черт побери, вам никогда не приходилось встречаться с маньяками? Я ткнул себя пальцем в грудь. Будем знакомы, когда меня выводят из себя, я перестаю отвечать за свои поступки, и самое лучшее для вас было бы вызвать полицию. Я требую, чтобы вы вернули мой револьвер. Я направился к двери, а он снова потянулся за бутылкой. Пока я спускался вниз, мне удалось взять себя в руки, и я уже готов был сообщить им, что Кован просит всех подняться. Пат Лоуэлл работало все за тем же столом. За Хильдебрандом и Жорданом я зашел в мастерскую. Что касается Хильдебранда и Жордана, то когда они вылезали из-за стола и выключали свои приемники, я уже стал к ним внимательнее присматриваться. Как бы там ни было, но кто-то из обитателей этого дома спер мой револьвер. Процессия начала подниматься по лестнице, я замыкал шествие. Миновав первый пролет, я спросил их, где мне найти Адриана Гетца. Наверху, наверное, ответил лопат. Они остановились на площадке. Сверху доносились звуки радио. Пат махнула рукой налево. Он обычно спит днем с рукалу, хотя сейчас уже поздно. Я решил все-таки зайти. Не доходя до арки, я почувствовал порыв холодного воздуха. Окно было открыто. Я подошел и закрыл его, потом глянул на обезьяну. Она сидела, съежившись в углу клетки и издавала сердитые жалобные звуки, прижимая к груди какой-то предмет. За окном уже смеркалось, но на зрение я пожаловаться не могу. В лапках у нее был револьвер. И не просто револьвер, а мой Марли. В поисках выключателя я направился к кушетке, стоявшей у камина, и, подойдя к ней, замер. На ней лежал выскочка Адриан Гетц, но он не спал. Я наклонился, чтобы получше рассмотреть его. Над правым ухом была дыра, от которой тянулась красная запекшаяся струйка. Я приложил руку к вырезу его жилетки и задержал дыхание. Теперь было очевидно, что он уже никогда не насладится дневным отдыхом. Я выпрямился. Эй, подите-ка сюда, все трое, и по дороге включите свет. Они появились в проеме. Кто-то нажал кнопку в стене, и лампа зажглась. Спинка кушетки пока еще скрывала от них Гетца. Как холодно произнес лопат. Ты снова открывал? И тут она увидела Гетца. И те двое тоже увидели и остолбенели. Не трогайте его, распорядился я. Он мертв, и вы ему уже все равно ничем не поможете. Ничего не трогайте. Все трое оставайтесь здесь, а я... Боже всемогущий простонал Пит Джордан. Хильдебрант тоже что-то пискнул. Пат стояла, вцепившись обеими руками в спинку кушетки. Она что-то спросила, но я уже не слушал ее. Надо было как-то отнять у обезьяны револьвер. Я попытался пропихнуть руку сквозь прутья, но дотянуться до нее все равно не смог. Всем оставаться на местах скомандовал я и направился прочь из комнаты. Мне надо позвонить. Не обращая внимания на их протесты, я рванул вверх по лестнице. Мне нужно было несколько секунд побыть одному. Когда я вошел к Гарри Ковену, он все так же сидел за столом, уставившись в пустой ящик. Увидев меня, он что-то спросил, но я не удостоил его ответом. Подойдя к телефону, я набрал номер Вульфа. Естественно, он начал шипеть, что я его отвлекаю. Очень виноват, я только хотел сообщить, что нашел свой револьвер. Он оказался в клетке у обезьяны. Какой обезьяны? Ее зовут Рукалу, и пожалуйста, не перебивайте меня, она сидит, прижав Марли к груди, наверное, потому что в комнате холодно, а он теплый, так как из него только что стреляли. На кушетке лежит тело Адриана Гетца с дырой в виске. У меня больше нет никаких вопросов, просто перед тем, как вызвать полицию, я хотел поставить вас в известность о случившемся, и ставлю тысячу против одного, что Гетц был убит из моего револьвера. Я не... не вешайте трубку, я кинул трубку и прыгнул на Кована, который со всех ног бросился к двери. Я успел его перехватить и от всей души врезал ему по челюсти. Несмотря на свой рост, он отлетел к стене и сполз на пол. Моя бы на то воля, я бы этим не ограничился, сказал я вполне серьезно и вернулся к телефону. Прошу прощения, это Кован. Я хотел только сказать, что вряд ли буду дома к обеду. Труп? Да, сэр. Ну и что ты собираешься сказать полиции? Принести свои извинения за неумышленную помощь убийце? Мы не ответили на сегодняшние письма. Да, знаю, мне очень неловко. Постараюсь быть как можно скорее. Ну и хорошо. Я нажал на рычаг и посмотрел на Кован. Он уже встал, но вдобавки кажется не нуждался. Я опустил рычаг и набрал РЕ семь пятьдесят два шестьдесят. Конец первой части. Продолжение следует. Продолжение следует...